Друзья, всем привет! Это Маргарита, вы на канале Наш Любим Питомник. Продолжаем нашу распаковку вещей к беременности, подготовке к родам собаки и для щенков. В прошлом видео мы с вами распаковывали маленькую коробку, в этот раз у нас вот большая коробка самая. Я ее вам оставила, будем вместе распаковывать. Видите, я даже не открывала, ничего. Так что будем вместе с вами распаковывать. Собаки, как всегда, помогают. Габи, аккуратно, подожди. Так. Ну и посмотрим, друзья, что у нас здесь. Что-то фиолетовое красивое. Опять лист. Что заказали. Ой, смотрите, какой цвет красивый. Так. Еще какая-то димашка. Это коврик. Коврики профлис. Здесь были кусочки последние от рулона. Они были немножечко подешевле, но вот я заказала такие коврики, например, в переноску или для щенков. Да, такие просто небольшие. Я сейчас не сказала, большие коврики, но здесь вот такой. Смотрите, какой красивый цвет. Прорезинная здесь основа. Видите, вот конец коврика, потому что, например, здесь уже нет прорезинной основы. Я думаю, можно будет использовать. Я решила взять такие остатки. Вот здесь написано остатки 48 на 90 остаток. Такой красивый фиолетовый цвет розовенький. Пока это отложим. Так, что у нас дальше? Дальше еще коврики. Это тоже остатки. Вот такой коврик серенький. Вот видите, здесь тоже заканчивается прорезиненная основа. Вот уже остаток получается. Коврик тоже 49 на 90. Вот такой вот с лапками. Коврик. Их рекомендуют простирать перед тем, как использовать. Чтобы вот этот весь материал, чтобы он сжался и более был впитывающим. Так, теперь у нас что здесь тоже? А, вот это здесь под размер я делала. 75 на 100. Был коврик, я заказала. Тоже такой большой с лапками. Там не было в магазине размера 100 на 100, как у нас получается, гнездо. 100 на 100 на 45 гнездо. Но здесь вот, я сказала, 75 на 100. Мне кажется, достаточно будет такого тоже места. Потому что еще есть эти бортики. Там как бы, в принципе, не надо, чтобы щенкам место. Вот такой коврик. Серенький. Мне, конечно, нравится более Zorro. Не грызит там бумажку. Мне, конечно, нравятся более яркие коврики. Но на таких ковриках потемнее не видно. Ну, как меньше видно какашек. Поэтому решила так. Ну, вот такой тоже остаток длинненький. Просто длинненький остаток. Сколько он? 37 на 116. Ну, как раз, может быть, для жда коврика будет. Я думаю, что я, наверное, его разделю, может быть, на кусочки. И будет, допустим, в переноску. Просто как пледик. Вот такой вот. Небольшую клеточку. Здесь, наверное, одни коврики остались. Такой вот коврик. Большой. Этот тоже, наверное, 75 на 100. Да, вот мне такой прям цвет этот нравится. Красивый. Прорезиненный здесь, видите. Этот, конечно, цвет просто шикарный. Зоро, не ешь коврик. Это для щенков. Вся морда в этом фиолетовом пухе. Или пуху. Не знаю, как лучше. Нравятся вам коврики? Скажи, мне так нравятся коврики. Они такие хорошие. Но это не для нас. Нет, скажи, не для нас коврики. Скажи, почему мамка нам не купила такие коврики? У вас пледы или жанки мы вам купили? Да. А коврики не купили. Коврики это для малышей будут. Так, подождите. Я этот заверну. Коврик. Так. Что у нас здесь еще? Еще тоже такой же коврик. Он тоже, наверное... Да, тоже 75 на 100. У меня получается сколько? Три коврика получается 75 на 100. И парочку вот кусочков небольших коврики. И все, коробка пустая. Больше ничего нет. Это вот такие специальные пеленки. Они подкладываются под эти коврики в гнездо, чтобы совсем ничего не протекало. Это тоже купил. Написано... А, даже по-русски написано. Гигиенический впитывающий коврик. Угу. Ладно, годен 5 лет. Такой. Пачка здесь сколько, наверное, штук? А, 30 штук, 60 на 60. Вот, друзья, это то, что мы заказали в магазине. Специализируемся. Есть специальный магазин, называется Fokers Plaza. Голландский здесь вещи есть для заводчиков, для питомников. Все, что нужно для беременности, для родов собак. Но я вам покажу еще то, что мы купили. Мы вчера были в магазине. Там, ну, обычный магазин для сада и огорода. Я там даже не снимала, потому что мы поехали просто купить новую лейку. Там новая шланг для полива. И оказалось, что они расширили свой отдел для товаров для животных. И там просто, ну, не знаю, наверное, 5 вот таких просто рядов было огромных. Там и лежанки, и косточки, и игрушки были, и клетки, и переноски. Ну, все-все-все-все-все там было. И мы там тоже купили. Некоторые вещи мне там еще понравились. Сейчас я вам тоже покажу. Зоро, отдай! Отдай, это для щенков, это не для тебя. Отдай! Все, нету, нету. Вот, друзья, все остальное. Здесь небольшое такое ведерко. Всякими разными вещами. Начну с этой первой, которую уже Зоро несколько раз пробовал ее достать. И доставал, и уносил в свою клетку. Это я не смогла, на самом деле, пройти мимо. Вы знаете, у нас такие тоже есть игрушки, только большие. Не прыгай! Вот такие вот енотики и лисички. Зоро! Это самая любимая игрушка Зоро. Они как бы обычно большие, не помню, где-то в два раза больше, да, у нас обычные наши. А это именно вот было для щенков. Вот, посмотрите, какой он маленький. Просто вот такой вот маленький енот. Но Зоро, конечно, не может. Зоро, это не для тебя. Не все еноты... Пепе. Не все еноты в мире для тебя. Нет. Нет! Кто такой счастливый? Посмотрите, какой он счастливый, друзья. Просто счастливый. Счастливая собака. Счастливая собака. У них там был специальный отдел для щенков. Вот именно. Вот я купила вот такого енота с пищалкой. Но Зоро прям не может. Я его отложу пока что. Щетки новые купили тоже. Вот покажу вам. Стороннюю мы купили щетку. Еще одну постороннюю щетку у нас такая вот уже есть. Такая вот щетка для щенков. Мне очень-очень понравилась. И с другой стороны вот такая вот еще тоже щетиночка. Мы купили, кстати, ценность тоже очень приятная. Например, вот эти шарики. Тоже они стоят в обычном магазине 5 евро. Три штуки. Самый маленький размер. А там стоили 2, по-моему, 2,5 евро. Ну, то есть два раза дешевле получается. И точно такие шарики. Даже точно такая же фирма. Вот. Такие теннисные мячики. Тоже для щенков. У нас собаки тоже любят с ними играться. Видите? Вот такие мячики. У нас их 3 упаковки, 9 штук. Я, наверное, одну упаковку, наверное, дам нашим собакам. Да? Дать вам? Давайте я вам дам. Сейчас я им открою. Не все же, скажи, щенкам. Скажи, нам тоже что-то хочется. А мы свои шарики, скажи, потеряли. Второй шарик. Все. И еще один остался. Все, собак сразу нету, они убежали. Я им здесь кидаю мячики. А их загоняют здесь под диван, и потом мы их достаем обратно. Потом мы купили вот такого. Я сначала думала, что это вообще собака, но это оказалось неведомо, неведомо такая зверушка. Можете, друзья, вот я вам поставлю немножечко. Аккуратно, Габи. Поближе. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто это. Кто это, по вашему мнению? Я думала, собака. Но это не собака. Сначала напишите в комментариях, я в конце видео вам расскажу, кто это. Потом мы купили такие вот новые грызалки. Это тоже кожа. Мы купили такие две упаковки. Вот одну они уже, наверное, съели где-то. Я им вчера давала такую упаковку. Решили попробовать. Вот еще одна игрушечка, очень такая милая, тоже для щенков, маленькая специально. Для маленьких щенков. Такая вот мишечка. Красивый. И он здесь тоже с пищалкой. Пищалка с таким веревочным хвостиком. Он такой. Мишка. Нет, Зора, это не для тебя. У тебя свои игрушки есть. Потом мы купили вот такую вот, видимо, подделку под игрушку Конго. Но я не знаю. Знаю, что многие заводчики используют Конго, особенно для больших собак. Мы их как-то не используем. В общем, мне кажется, ну, какая-то неинтересная игрушка. Ну, вот я купила такую маленькую. Посмотрим. Вот, мне кажется, это подделка под Конго. Но выглядит так же. Вообще, я не знаю, будет ли наши собаки играться этим или нет. А оригинальный Конго достаточно дорогой. Думаю, попробую сначала на этом. Если им понравится, то тоже куплю, может быть, оригинальный. Вот такой мы еще купили осьминожка. Тоже для щенков. У него здесь ни пищалок, нету ничего. Но было написано, что щенки как бы играются с этим. Что им нравится. Мне кажется, Зора тоже нравится. Вот такого веселого осьминога. Мы купили и вот, кто это? Я думаю, это кит, мне кажется. Вот такими глазами. Кит. Такой. И купили еще две мисочки. С прорезиненной основой. Нам это очень нравится. Красненькую и просто серенькую. Просто обычные две мисочки. Они не такие глубокие и не такие высокие тоже здесь. Поэтому, мне кажется, для щенков будет адекватно. Вот такие вот мы купили мисочки тоже для щенков. Ну и все. Это все, что мы купили. Возвращаемся к этому. Мне интересно очень, что вы написали в комментариях. Я обязательно почитаю и прокомментирую. Тоже вам всем отвечу. Это, друзья, кенгуру. Вам так нравится кенгуру? Но это же не вам, это щенкам. У щенков тоже должно быть что-то. Не все вам. Ну, скажи, все равно. Скажи, все, что ты приносишь домой, все должно быть сначала нами протестировано. Да? Скажи, мы сначала протестируем, а потом можно всем остальным давать. Да. Но это не тебе, Зор. Нет, не тебе. У тебя и так много игрушек. Не будь жадиной. Не будь жадиной. Вот, это кенгуру. Просто кенгуру. Вот я вам еще раз его покажу. Кенгуру. Я думала собака. Вот такие вот у нас покупки для щенков. Мы уже действительно очень много купили. Единственное, что я вам не показала из наших покупок, это гнездо. Гнездо уже находится у наших знакомых. Как я раньше говорила, Мона у наших знакомых пока что. У нас тоже и ремонт дома, поэтому и собаки мешают Моне. Поэтому мы должны быть пока что спокойненько одна. Вот. Когда Мона родит, когда у нас появятся щеночки, конечно, я буду чаще тоже выкладывать видео. Поэтому, чтобы это все не пропускать, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте, взяли на колокольчик, тогда YouTube сам оповестит вас о выходном видео. И не пропустите, у нас будет сага о щенках. Так что оставайтесь с нами. Всем пока. Пока.